Глава муниципальных образований поручена усилить меры пожарной безопасности и охраны на воде. В ходе оперативного совещания при губернаторе, председатель комитета гражданской обороны Ненецкого округа Сергей Боенко рекомендовал главам муниципальных образований в связи с повышенным классом пожарной опасности завершить выполнение комплексов противопожарных мероприятий в населенных пунктах, а также обратить самое пристальное внимание на вопросы безопасности на воде. Наш корреспондент, конечно, не рискнул нырнуть в Печоро, но вник в вопросы безопасности отдыха на самоорганизованных пляжах. Воздух, солнце и вода – все, что нужно для хорошего отдыха. А для того, чтобы здесь был и пляж, нужны буйки, раздевалки и постоянный контроль спасателей. Самые любимые места для купания у наринмарцев – это песчаная осыпка с зачистными сооружениями, берег реки Печоры в поселке Искатели и, конечно, Голубое озеро. По требованиям Сампина ни один из них не является пляжем. Чтобы появился пляж, необходимо соблюдать ряд условий – установить буйки, раздевалки, контейнеры для мусора и организовать постоянный контроль спасателей. В 2014 году Николаем Остродумовым был оборудован настоящий пляж. Сам Николай – спасатель. Со своими товарищами он вычистил дно, оборудовал подход к воде и установил буйки на Голубом озере. Но затем организацию пляжа сочли нецелесообразным. Теплых дней в нашем регионе очень мало. Накануне пляжного сезона 2016 Роспотребнадзор по Ненинскому округу проверил санитарное состояние мест массового отдыха – Голубое озеро, берег реки Печоры и насыпь на Городецком шару. У нас идеальной такой воды. Нет ни в одном водоеме, где мы отбирали воду. Где-то она не проходит по железу, где-то не проходит она по цветности, по мутности, по гонолитическим показателям. Где-то не проходит почва, где-то не проходит микробиология. Санитарное состояние зон отдыха жителей нашего региона не останавливает. А потому регулярные патрулирования на водных объектах ведут сотрудники МЧС России по Ненинскому округу. Хотелось бы обратить внимание взрослых, что когда купаются дети, нужно максимальное внимание. Для того, чтобы произошла трагедия, хватит ровно одной секунды. Потому что когда человек тонет и кричит, значит, еще не все так фатально. Потому что дыхание – это основная у нас функция. И когда человек кричит, он еще дышит. По-настоящему человек тонет молча. То есть вы даже не сможете толком и определить, что это уже все произошло. Вы только хватитесь, а уже никого не будет. Поэтому внимание, еще раз внимание, закупающимися, особенно детьми. Отметим, что в начале сезона мэр Наринмара подписала постановление о запрете купания водоемов на территории города. Аналогичные документы подготовлены и сельскими администрациями. Однако официальные запреты, как правило, игнорируются жителями. Поэтому в Комитете гражданской обороны НАУ предлагают организовать на территории муниципалитетов патрулирование мест возле открытой воды, где традиционно отдыхают жители и не допускать выход на водоем детей без присмотра родителей. В случае непривиденных ситуаций необходимо связаться со спасателями по единому телефону службы 112. Дмитрий Марков, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север